Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Гарана Мрут в Западной Армении приняла первых туристов. В зоне ответственности миротворцев в Арцахе нарушений не зарегистрировано. Новые факты азербайджанского вандализма. Достопримечательности Западной Армении. Крепость Ардаган. Знаменитые дети Западной Армении. Анна Казанджан. Сайт Армянского национального института включает 327 мемориалов геноцида армян в 45 странах мира. В музее Ватикана хранится отрывок из армянского Евангелия. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Дорога, ведущая к горе Немрут в Западной Армении, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, очищенная от снега, и гору посетили первые туристы. Для того, чтобы открыть дорогу на вершины горы Немрут высотой 2206 метров, на прошлой неделе спасатели боролись с 6-метровым снегом и открыли 5-километровую дорогу. Следует отметить, что туристический сезон горы Немрут закрывается каждый год на 4 или 5 месяцев из-за снегопадов. После оккупации Азербайджаном три четверти территории Арцаха российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. На 27 постах ведется наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. Отмечается, что нарушений в зоне ответственности миротворческого контингента зафиксировано не было. Всего с 23 ноября 2020 года российскими миротворцами расчищено от неразорвавшихся боеприпасов 2362 гектаров земель, говорится в сообщении. По данным азербайджанского пользователя, были уничтожены скиния церкви Святой Ас-20 в селе Бананс и купель для крещения, а также хачкар 1621 года. Азербайджанская вывеска на церкви предполагает, что святилище стало жертвой политики албанизации. Следует отметить, что в 1986 году памятник овец Самвел Карапетян зарегистрировал на стенах храма 153 надгробных плиты 16 века, использовавшихся при строительстве церкви. Поэтому сооружение должно быть датировано 17 веком. Известно, что церковь была отремонтирована усилиями местных армян в 1981 году. Иначе до такого плачевного состояния она могла дойти только в результате вандализма. Ардаганская крепость расположена на неприступном скалистом холме. В IX веке он перешел к Багратунии. В XI веке крепость была завоевана грузинскими войсками. В 1236 году крепость попала под власть монголов. В 1266 году крепость перешла к грузинскому правительству Самцхэ-Саад-Бага. В начале XV века крепость была завоевана султаном Османской империи Сулейманом I. В 1555 году он стал центром Ардаганской области Ахалцхэ-Паши. 22 августа 1828 года русские войска захватили крепость и разрушили ее. По Адрианно-Польскому договору от 2 сентября 1829 года крепость Ардаган вновь отошла к Турции. Весной 1919 года Ардаган был освобожден армяно-британскими войсками и присоединен к Республике Армения. В начале ноября 1920 года он был оккупирован турецкими войсками во главе с Казымом Карабекир-Пашой. Семья Казанжам, пережившая геноцид армян, переехала в США и Западной Армении. В 1928 году у них родилась дочь Анна, которой выпала честь прославить свой народ как американскому космологу. Анна должна была считаться одной из первых женщин в Соединенных Штатах, работавших над военно-морскими проектами. В 1957 году Анна Казанжан разработала специальные принципы, которые позволили ей поразить цель на расстоянии 10 тысяч миль. Ее расчеты включены в сверхсекретный сборник. Спустя два года НАСА, наконец получив возможность использовать эти расчеты, получает возможность запустить несколько спутников. Ими известной армянке числится в списке 100 самых влиятельных женщин Нью-Йорка. Она умерла в Нью-Йорке 7 декабря 2020 года. На сайте Армянского национального института представлены 327 памятников жертв геноцида армян в 45 странах мира. События геноцида стали печальным поводом для многих общим воздвинуть новые памятники. База данных ранее включала 200 мемориалов в 32 странах. Новые данные показывают 60-процентное увеличение количества памятников в 13 странах мира. Все это можно детально просмотреть с помощью 650 изображений. Многие мемориалы представляют собой памятники хачкары с традиционным армянским дизайном. В других местах возводились скульптуры. В Ириване комплекс Цицернакоберт является крупнейшим в своем роде. В музее Ватикана хранится отрывок из армянского издания «Приладство Иакова» о детстве Девы Марии. Тексты Нового Завета являются ранними свидетельствами жизни Иисуса, его учения или Девы Марии. Из-за дороговизны пергамента пергамент не уничтожали, а промывали, скоблили и писали новый текст. С помощью разных лучей были найдены пергаменты двухтысячелетней давности. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается рекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова